Всякая церковь, она устрояется из людей. Церковь – это люди. Это хорошие люди, хорошая церковь. Жадные люди, бедная церковь. Завистливые люди – такая церковь, такая атмосфера. Когда люди говорят, у вас хорошая церковь, то, наверное, Дух Святой трудится в этой церкви. Всегда стоит вопрос, если ты придешь в эту церковь, она станет лучше или хуже? Потому что церковь – это люди. Апостол Петр очень ясно сказал, что мы – живые камни, и мы из себя устрояем Дом Духовный. Потому здесь не получится свалить ответственность только на лидерский состав церкви, только на пастора. Она так не получится. Вообще, я большой противник того, чтобы церковь строилась на одном столпе таком, помазаннике, или двух столпах. Все дары в них сосредоточили, вся мудрость сосредоточилась. Это не библейское учение. Это напоминает те два столпа, у которых уперся когда-то самсон, и рухнуло все здание. Я не верю, что так строится церковь. Я верю, что каждый, каждому дается проявление Духа на пользу. Я верю, что каждый человек – это живой камень, и это ответственность каждого человека – внести свою лепту и созидать дом духовный. Потому хороший вопрос – ты созидаешь, или ты только расточаешь, или ты потребительски настроен, или ты только джеджментал, ты только судишь, критикуешь. Вообще, кто ты? Ты же вносишь свой определенный вклад. Потому как и семья. Семья – это муж плюс жена. Здесь математика очень простая. Если люди любят друг друга, если люди зрелые, если люди привыкли служить один другому – хорошая семья. А если люди выросли, где мама всегда ухаживала за единственным сыночком, и за доченькой все делали, пыль с нее сдували, а потом она пришла в брак, вступила в брак, и что? Она ожидает такого же отношения, все должны танцевать вокруг нее. Такая семья получается. Ты долго не протянешь на таком вдохновении. Знаете, хорошо, когда ветер дует, и паруса раскинул, и так прекрасно по жизни плыть. А когда ветра нет, тогда на весла переседать, тогда нужно работать. И многие люди не хотят работать. Они просто не хотят работать. Многие люди привыкли просто, когда дует благодать, когда Дух Святой работает. Конечно, тогда всем легко. Посмотри на любую историю пробуждения, когда Дух Божий действовал, тогда всем легко. Тогда изменялись города, изменялись страны. Но то, что предшествовало тому, это цена, которую платили отдельные люди, это путь этот термистый, каменистый, который проходили отдельные люди, это совсем другая группа людей. Это совершенно другие люди. Потому что мы вчера говорили много об устройстве церкви. Мы много говорили об отношении к руководству. Мы говорили о помазании, которое Богом дается. Мы не можем раздавать помазание. Это абсолютно нелепые вещи. Вы можете помолиться, что помазание, которое на вас перешло, на меня, да еще в два раза, это абсолютно нелепые вещи. Мы помазанием не распоряжаемся. Помазание принадлежит исключительно Богу. Помазание – это не просто мурашки по коже, особые ощущения какие-то. Помазание – это целый пакет, который дает Бог человеку, которого поставляет на определенное служение. Это и мужество, и слово знания у человека, и вера, и другие всякие ресурсы, которые Бог посылает ему, чтобы он выполнил свое служение. Для того, чтобы человек выполнил служение. Дары духовные даются для того, чтобы человек выполнил служение. Поэтому мы вчера много говорили, на какое именно служение Бог помазывает людей. Какова территория служения? Какова география служения? Как далеко распространяется служение человека? Мир такой странный. Люди открывают. Давай назовем международное служение. Вообще, ты призван к этому. Ты призван хотя бы городу своему служить. Ты вообще призван служить, или ты не призван? Здесь столько вопросов. Если серьезно изучать Писание и трепетать перед Богом, как сегодня было сказано, то эти вопросы надо задавать. Нужно мучиться, я бы даже сказал, такими родовыми муками, чтобы действительно рождалась истина. Какой бы она ни была, эта истина, я хочу знать истину. Потому что поздно или рано я встречусь лицом к лицу с правдой. Я не хочу жить в обольщении. Я не хочу строить что-либо, что не нужно Богу, что только щекочет мое чистолюбие и доставляет мне приятность. Я не хочу. Потому что у нас у всех дорога в одном направлении. Мы все идем навстречу судье. Мы все предстанем предсудилище Христово. И все равно будем взвешены на весах. Потому что каждый из нас должен трезво мыслить. Не надо пугать никого. Но нужно быть абсолютно объективным и мыслить трезво. Что я сделал для того, чтобы церковь стала лучше? Что я сделал для того, чтобы прославился Бог? Конкретно и определенно. Что я для этого сделал? Так вот, сегодня, в продолжении того, о чем мы говорили, я совсем немного поговорю с большого курса, который мы читаем в нашей церкви. Церкви Дом Хлеба. Он называется ДНК церкви или главная составляющая церкви. ДНН на английском языке. Вот. И у этого курса есть шесть основных задач. Я понимаю, что у меня очень мало времени. И я постараюсь в очень сжатой форме передать шесть основных задач стоит сегодня передо мной. Первое – это ознакомить. Этот курс призван. Вот то, о чем мы сейчас будем говорить, оно призвано ознакомить, проинформировать людей с структурой церкви. Первое – Тимофею 3.15. «Чтобы ты знал, как надо поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Живого Бога». Вопрос – все ли знают, как нужно поступать в Доме Божьем? На этот счет есть Библия, есть опыт апостолов, который передан в священных писаниях, есть доктрины, есть вероучения. И для этого нужно исследовать Писание и знать, как нужно поступать в Доме Божьем. Второе – этот курс призван к тому, чтобы пригласить людей вступить в ряды членов церкви. Не все люди – члены церкви. Есть организация и есть организм. Церковь – это организм, который органично соединен с главой, соединен с Христом. Мы сейчас об этом поговорим. Потому, если человек просто прихожанин, и он не знает, чем отличается прихожанин от члена церкви, то мы таким людям это объясняем. Через Христа вы созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет жить, через Святого Духа. Послание к Ефесианам 2.22. Третье – мы стремимся дать возможность людям оценить их духовное состояние. Я уверен, что сегодня это произойдет. Это самая главная задача или одна из главных задач, которую я ставлю перед собой. Через это послание каждый человек сможет взвесить, насколько мы в надлежащем духовном состоянии. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя». Новый перевод говорит, да? Еще раз. «Исследуйте себя, или вы не знаете самих себя». 2 Коринфянам 13.5. Четвертая цель, которую я ставлю перед собой – предоставить людям разные возможности для служения. Служите друг другу, каждый тем даром, обращаю внимание на слово «каждый», тем даром, который вы получили. Не надо ничего выдумывать. Бог дает дары, и Духом дается. Слово мудрости, иному, обратите внимание на слово «иному». Если я не ошибаюсь, там 9 раз повторяется, или 8 раз. «Иному» слово мудрости, «иному» слово «знание», «иному» вера. Это не просто один человек, который источник всякой мудрости, всякого знания, всякого помазания. Это тело. Бог заинтересован прославлять свое тело и действовать через свое тело. Органично, разумно, гармонично, но действовать через свое тело. Итак, служите друг другу, каждый. Это относится к тебе, тем даром, который получили. Пятое. Я хочу показать перспективу. Люди должны всегда введить перспективу. Любой разумный человек хочет знать свою перспективу. Когда он растет по карьерной лестнице, когда он учится, он хочет знать перспективу. Куда я иду? Куда эта дорога меня приведет? Какой следующий шаг? Что из этого получится в конце? Любой разумный человек задает такие вопросы. Когда мы служим Богу и делаем это усердно, с чистой совестью, каковы наши перспективы? Те, кто хорошо исполняет свои обязанности в церкви, обретают почетное положение и уверенность в вере во Христа Иисуса. И последняя, шестая цель – это способствовать единству членов церкви. Поэтому, братья и сестры, стойте незыблемо и придерживайтесь учения, переданного вам словом или письмом нашим. Пишет апостол Павел, незыблемо придерживайтесь учения. Учение объединяет людей. Учение соединяет людей. Если нет учения, люди разрознены, люди увлекаются ветро учениями, самыми разными версиями и теориями, которые щекочут наши чувства. и мы идем просто вслепую, как некоторые подводные животные, они просто сенсорами движутся. Значит, мы сегодня поговорим о портрете христианина. Мы поговорим о четырех сферах жизни. По десять минут на каждую, потому что много времени нет. Я повторяю, этот курс рассчитан минимум на четыре часа. Есть четыре сферы, которые объединили в себе важные аспекты христианской жизни. Первый это личные качества человека. Человек состоит из качеств. Любая личность состоит из качеств. Рост человека, возраст человека, цвет кожи человека, профессия человека ничего не говорят о человеке. Полчеловека, сан человека ничего не говорят о человеке. О человеке, как о личности говорят качества. Добрый, щедрый, жадный, милосердный. Это то, что мы называем характером. Это то, что характеризует человека. Когда кто-то спросит, а характеризуйте мне этого человека, то мы рассказываем, как правило, не о внешних данных человека. Они ни о чем не говорят, если мы хотим знать человека. Точно так и Бог, Он как личность хочет открываться в своих качествах или свойствах. Кто Он? Когда мы говорим о познании Бога, мне лично, честно вам скажу, неинтересна Его сила. Мне интересно Его качество. Потому что если Бог злой и сильный, то это очень даже страшно и плохо. И в этом случае Его сила никак мне не помогает. Она меня пугает. Я боюсь силы, когда она в руках злого человека или злого Бога. Поэтому мне важно знать не то, насколько Бог сильный. Мне важно знать, что Бог благий, что Бог есть любовь, что Бог во Христе возлюбил мир. Вот что мне важно знать. А потом, конечно, важно понимать, что Бог и сильный, чтобы спасать, сильный, чтобы достигать человека. Но эта сила должна быть в руках у любви, а не в руках просто у зла. Поэтому, когда мы говорим о свойствах человека или о качествах человека, мы говорим о природе человека или о сущности человека, то есть о качестве характера человека, то есть о том, что характеризует отдельного человека. Если бы ты взял и откровенно сам написал 30 или 50 свойств, основных качеств, которые тебя характеризуют, Интересно, что бы ты написал? Важно понимать, что Дух Божий, Дух Святой встречается с Духом человека. И через это происходит возрождение. Человек рождается от Бога. Это очень конкретная практика. Именно это то, что изменяет сущность человека. Ни закон, ни заповеди изменяют сущность человека. Библия не изменяет человека, церковь не изменяет человека. То, что ты родился в христианском доме, ничего не изменяет. Оно может чуть-чуть тебя сделать более этичным, воспитанным. Среда имеет свой отпечаток на воспитании человека. Согласен. Но изменяет ДНК человека именно Дух Божий. То есть, когда происходит встреча, как это происходит, разрешите мне несколько минут объяснить. Написано в книге Бытие 2.17, что было дерево познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, ты смертью умрешь. Здесь же написано, что Адам вкусил, Ева вкусили, и Адам жил 930 лет. Так он умер или жил? То есть, ты, если вкусишь, ты умрешь, и после этого написано, а все равно жил 930 лет. В том-то и вся суть, что мы отчуждены от жизни Божьей. Мы продолжаем биологически жить. И мы даже радуемся. И мы даже цели ставим в этой жизни, безбожной жизни. Жизни, оторванной от жизни Божьей. То есть, давайте начнем с чего? Есть вообще Божья жизнь. Жизнь в Боге. И Бог есть жизнь. И эта жизнь, ее нельзя отделить от Бога. Она не может существовать отдельно. Сам Иисус Христос и есть эта жизнь. Поэтому мы говорим, что человек, который совершил преступление или сделал грех, он совершил акт, определенные действия совершил человек, который разорвал отношения с Богом. И это ощутимо, это конкретный опыт. Это не философия. Я думаю, что если бы встретить Адама до этого и после этого, вы бы не узнали Адама. И Адам сам себя не узнал. Он впервые в своей жизни испытал такие ощущения, которых никогда раньше не испытывал. До этого момента он не знал, что такое страх. Страх заставил его врать. Он никогда не врал. А зачем врать, если тебе нечего таить? Если ты никого не боишься. Ты жил в абсолютной свободе. Ты абсолютно порхал, как мотылек. Тебе абсолютно ничего не пугало, не угнетало, не преследовало. Тебе абсолютно не было известно, что такое стыд. Ты никогда не переживал унижение. А сейчас это все на тебя навалилось. Почему? Потому что ты совершил грех. То, что называется грехом. То есть ты нарушил заповедь. И твое ДНК изменилось. Щефт произошел, сдвиг. Какие-то пласты твоей самой глубокой субстанции сдвинулись. Ты стал другим. В самой глубокой основе твоего естества человек стал другим. И именно потому, что он стал другим, он стал производить это все. Оно из него начало вытекать все это. И ложь, и зависть, и злость. И Каин уже, сын его, уже не контролирует свое поведение. Он уже злится. Потом он убивает брата. Оно начало разрастаться, как раковые метастазы. Ты этого не остановишь. Потому, что ДНК человека изменилось. И в Библии написано, что похоть зачинает грех. Есть понятие зачатие, да? Вот похоть, это неестественное желание, оно зачинает грех. Но сделанный грех рождает смерть. И есть понятие сделанного греха. Есть то, что происходит в сердце человека до акта конкретного в физическом мире. До понятия сделанного греха. И есть человек после того, как он сделал. Вот Каин до убийства Авеля, это один Каин. После убийства Авеля, это другой Каин. Здесь Каин с намерением убийства. Здесь Каин убийца. Как человек становится убийцей? Кого называют убийцей? Человека, который совершил убийство. Кого называют вором? Человек, который обворовал дом. Кого называют насильником? Человек, который совершил насилие. То есть в момент сделанного греха меняет статус человека в духовном мире. Все бесы, ангелы все это знают. То есть твой статус меняется, к тебе меняются отношения. Ты сам к себе отношения меняешь. Духовный мир к тебе отношения меняет. В Российской империи, когда не было паспортов, они не знали, как отслеживать криминальную историю людей. Человек совершил преступление, а потом отсидел срок. Даже большой срок. Убежал в другой город, и за ним не ведется никакая история. Он может совершить повторное это преступление. Третий, пятый раз. Нет истории. Люди думали, ломали голову криминалисты, как вообще решить эту проблему, как отслеживать криминальную историю преступника. Поэтому они пришли к заключению, совершенно дикому заключению, и делали тавро, выжигали на лбу у преступника букву У, если он совершил убийство, букву В, если он совершил воровство. И это преследовало человека всегда, даже если он больше никогда этого не делал. Это тавро, это выжженное тавро на лбу человека до гробовой доски сопровождало его. Вот мы говорим, что такое смерть. Она разорвала отношения человека с Богом. Человек был втоптан в грязь. Он стал никем. Потому что точно таким же образом, как через познание, через опыт зла пришел грех и пришла смерть, точно так же апостол Петр пишет, что через познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, это 2 Петра 1, 2, 4, 3 стих, «Через познание, призвавшего нас славу и благодатью, через них вы сделались причастниками божеского естества». Через познание Иисуса Христа, сокращая весь текст главной мысли, через познание, через встречу с Христом, вы делаетесь причастниками божеского естества, божеской сущности, божественной природы. То, что в послании к галатам названо свойствами Духа, любовь, плод Духа, радость, мир, кротость, воздержание. Вот эти все качества, которые характеризуют Дух Божий, они становятся доступными для человека, и они становятся качествами моими. Как это ни странно! Я их сам в себе воспитать не могу. Это нереально, это невозможно. Это происходит через рождение свыше, через реальную встречу с Иисусом Христом. Это то, что изменяет мое ДНК. Как изменяется ДНК вообще? Вот вы слышали, наверное, недавнюю историю. Сальвадор Дали был такой известный художник, и он уже умер, я не знаю, лет 30-40 назад, точно не знаю сколько. И какая-то женщина стала претендовать на его картины, на большое имущество. Он был известный художник в прошлом. Но как доказать, что эта женщина имеет прямое родство, или она является дочерью, как она заявляет, этого человека, Сальвадора Дали, то представляете, что сделали? Они раскопали могилу 40-летней давности Сальвадора Дали. Взяли волос. И через волос определили ДНК. Действительно ли он является ее биологическим отцом? Представляете, до чего дошла медицина? Самую маленькую частицу человека, и вот, например, мое ДНК, оно находится только в моем сыне. И в моем сыне находится только мое ДНК. Это самое прямое доказательство, что я – отец моего сына, и что он – мой сын. Точно так и с Богом. Это божественная частица в человеке через рождение от Духа Святого. Потому рождение от Духа Святого является ключевым, самым важным опытом человека. Без рождения свыше невозможен рост духовный. Много верующих людей не растут духовно. Они даже не понимают этого, что это такое и чего от них хотят. Они не понимают, почему у них нет голода по Слову Божьему, по общению с Духом Святым. Потому что никогда не рождались. Только новорожденный младенец любит чистое словесное молоко. Потому что он живой. Потому что он напрямую зависим от этого молока. Потому что он растет. Потому что если он не питается молоком, он умирает. Ему больно. Он кричит. Точно так же мы понимаем, что всякий духовный человек, духовный, когда он рожден от Бога, в нем началась новая жизнь. Это первое, на что нужно себя проверить. Всем. Если вдруг в твоем сердце этого нет, если вдруг в твоем сердце тебе не знакомо то, о чем мы говорим, я тебе предлагаю серьезно выключить свой телефон, взять хотя бы три дня поста, уединиться, забросить все, оставить работу, учебу, все. И сказать просто, Иисус, я не согласен продолжать свое христианство, если я не знаю тебя. Я хочу тебя знать. Пожалуйста, прийди в мою жизнь, войди в мое сердце. Даже если я родился в христианском доме, я хорошо воспитан, я сохранил свою юность, но если я не знаю тебя, если у меня нет ДНК твоего в моем сердце, я хочу это знать. Это первое. Многие люди, особенно дети верующих родителей, они как бы воспитаны на заповедях, они воспитаны на законе. И они думают, что закон им поможет. Закон на самом деле не помогает. Закон только загоняет человека в тупик, еще больше доказывая, что человек слаб, что он в тупике, что ему нужен Спаситель. Вы знаете, Лютер сильно страдал, я имею в виду Мартин Лютер, он сильно страдал от того, что пытался Богу угодить законом. Он спал на сырой земле, он ел свой скудный паек, даже пополам делил его, ходил только в ночной рубашке, он всячески изнурял себя, чтобы обрести внутренний покой и мир сердечный, угождая Богу. И еще больше приходил в отчаянии, просто в агонию. Демоны его преследовали, потому что он не мог Богу угодить. И Библия говорит, что мы не можем законом угодить Богу. Это невозможно. Нужно прийти к осознанию веры, к тому, что Христос нас спас, взял все грехи наши на себя, и мы через Голговский крест как единственную дверь входим в вечную жизнь. Это очень важно. Второе важное качество, которое проверяет нас, насколько мы зрелы. Я обещал четыре из них рассмотреть. Первое – это качество, характер. Второе – это общение друг с другом. Наши отношения, они не должны строиться только по вертикали. Они должны строиться и по горизонтали. Мы строим отношения не только с отцом. Мы строим отношения в семье, с братьями и сестрами. И мы испытываемся и проверяемся на нашу зрелость через способность строить отношения по горизонтали. И Абрин обнаружил, что с Богом строить отношения в каком-то смысле проще, чем с братьями и сестрами. Потому что Бог – это совершенная любовь. Бог тянется к нам. Бог много очень сделал для того, чтобы быть с нами. А вот братья и сестры – это уже как бы камушки такие колючие. Здесь тоже характеры. Здесь тоже амбиции. И у многих, к сожалению, не получается строить отношения с братьями и сестрами. Мы живем дистанционно. Мы живем в век паролей. Мы живем в век виртуальный. Когда мы уходим в виртуальное пространство. В виртуальное. Сейчас даже открываются интернет-церкви. А зачем напрягать друг друга в реальной церкви? Давайте откроем интернет-церковь. Я где-то читал. Я не знаю, как эта игра называется. Сейчас подскажете мне те, которые играют в эту игру. Компьютерная игра, где там они города строят. Как-то вот это. Как? Пастор, видите, как все знают. Майнкрафт. Кажется так. Нет, серьезно. Я не знаю, как она называется. Но суть в том, что человек может строить свой бизнес. Ему там выделяется какой-то капитал. Он может там что-то продавать, покупать. Но насколько мне объясняли. То есть человек может развиваться. И он может там быть достаточно успешным. Я читал реальную статью одного пастора, который вот в этой игре. То есть ты там соприкасаешься с живыми людьми. Не просто с компьютером. Люди строят свои бизнесы. И ты проверяешься на предмет, на способность вообще вести дело с другими людьми. Умеешь ли ты это делать? Успешный ли ты? И один пастор открыл там церковь в этой игре. И пишет статью, что у меня очень успешная церковь. У меня уже две тысячи членов в церкви. А мне брали интервью и спрашивают, ну а так ты пастор только в игре? Или ты вообще по жизни пастор? Нет, нет, по жизни пастор. У меня тоже есть церковь. А сколько же у тебя людей в этой церкви? Ну 30 человек. Здесь у меня не очень получается. То есть получается, что в виртуальном мире у него лучше получается, потому что он этих людей не знает, не видит, он с ними не соприкасается. И у него удается это лучше сделать. Так вот, что интересно. 1 Иоанна 1,7. Если мы ходим во свете, подобно как он, с большой буквы, во свете, тогда мы имеем общение друг с другом. Иметь общение друг с другом – это непросто. Нужно ходить в общем свете. Представьте себе, что я сейчас где-то на улице Китая потерялся. И у кого я не спрашиваю что-то, ни по-русски, ни по-английски, ну никто ничего не понимает. И вдруг я прохожу по этой многолюдной улице, слышу русскую речь. Я как бы включаюсь. Я сразу подбегаю. У нас сразу устанавливается контакт. Вот точно так же общение происходит между людьми, которые ходят в общем свете. Которые пребывают в общении с Богом. И когда они поддерживают общение с Богом, у них устанавливается общение друг с другом. Потому что они пребывают во свете, в котором ходит Бог. Я пропускаю кое-какие мысли. У многих уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. То есть у них было все общее. Потому что люди делились. Вот главная идея общения – это делиться. Делиться откровением, делиться познанием, делиться имуществом. Главная идея общения – это вот это равновесие, когда мы взаимно обогащаем друг друга. Слышите меня, да? Главная идея общения – это взаимная помощь и взаимное обогащение. Для этого создана семья духовная. Есть интереснейший текст во втором послании к Коринфянам, восьмой главе, второго стиха. Давайте ее прочтем. Он нам поможет больше понять эту истину. Увидавляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их – речь идет о физической нищете – глубокая их нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. То есть они очень щедрые и открытые. Но делиться особо нечем. Они нищие. Ибо они доброохотны, у них сильное желание, по силам и сверх сил. Я свидетель, пишет апостол Павел. Они очень убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Теперь девятый стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богатым, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. То есть что сделал Иисус? Вот это богатство, любви, богатство, свободы его не устраивало. Когда Он видел людей, которые в рабстве, которые в подавленности. Потому Он поделился с людьми. И Павел говорит, «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали это делать, но и желали этого с прошлого года. Совершите же теперь само дело». О чем Он говорит? О каком деле? О сборе пожертвований Он говорит. «Совершите теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». То есть у каждого есть какой-то достаток. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть». Павел против такого. Сбора пожертвований, как сегодня некоторые собирают, люди отдают последнее. Нам в офис очень часто такие звонки поступают. Столько спекуляций идет на этой почве, людей оббирают просто. Люди квартиры закладывают, ценности семейные закладывают. Еще от бабушки, от дедушки пооставалось. Люди все закладывают, вроде бы ради Царства Божьего. Но на самом деле требуется, чтобы была равномерность. Сейчас ваш избыток, что такое избыток? Это когда течет через край, когда у вас достаток, когда вы меняете одно, другое, третье, и у вас больше и больше, Бог благословляет ваш бизнес. Это называется избытком. Сейчас ваш избыток в восполнении их недостатка. Когда-то или после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего. Почему не имел лишнего? Потому что поделился. Кто собрал мало, не имел недостатка. Как это может быть? Потому что другой человек с ним поделился. Поэтому, когда мы делимся с неимущим, всем, чем мы богаты, мы запускаем механизм. Мы как бы видим почву, хорошую почву для посева. Эта почва может простаивать, она... Все равно зерна нет. У человека нет зерна посеять. Но у него есть участок поля. А у меня нет участка поля, но у меня есть зерно. Почему бы не посеять сейчас вот на этом поле? И действительно, человек, который понял этот принцип взаимного обогащения, он будет благословлять, потому что он запускает механизм. Как земля устроена? Земля устроена, ты одну картофельную бросил, она тебе возвращает восемь или десять при хорошем урожае. Вот как земля с нами поступает. Вот как Бог устроил мир. Потому что все скупые люди это большая проблема. Скупость это большой порог, когда человек заточен только на себе. Семья предполагает, чтобы всем была равномерность. И это относится и к духовному, не только к материальному. Вот посмотрите. Молитва на иных языках. Молящийся на ином языке назидает сам себя. Здорово! Потому что человек общается с Духом Святым, и Дух Святой назидает его сердце. У человека установлен контакт с Богом, и у него происходит момент роста, развития, утешения, все, что человеку нужно. Дух Святой по этому каналу подает человеку и то, что мы назидаем или объединяем в одном слове. Назидается человек. Молящийся на ином языке назидает сам себя. Это хорошо. Но как насчет того, чтобы церковь получила назидание? Давай поменяем этот формат. Давай представим себе, что в семье папа и мама молятся только на иных языках. и получают колоссальное назидание и утешение от Господа. Но дети ничего не понимают. Они совершенно ничего не понимают. Потому что рядом стоящий человек не назидается. Поэтому Павел всегда был озабочен назиданием церкви. Я согласен, что когда в зале идет молитва, люди соединяются с Господом один на один. Но когда человек поднимается за кафедру, когда человек называется служителем, он должен переживать, чтобы церковь получила назидание. Этим отличается служитель от остальных людей. Он переживает, чтобы церковь имела назидание. 1 Коринфянам 14.5 «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве что он будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». 1 Тимофею 1.4 «Не занимайтесь баснями, родословиями бесконечными, которые производят споры, нежели Божьи назидания в вере». Римлянам 14.19 «Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Что такое взаимное назидание? Когда два человека встречаются и начинают делиться тем, что Бог сделал в их жизни. У вас такое было? Когда вы человека понимаете, когда на духовном уровне вы просто захлебываетесь от восхищения, чем человек с вами делится, и вы в ответ, перебивая его, говорите, смотри, что я понял, смотри, я проходил аналогичный опыт, смотри, что мне Господь открыл, и вы делитесь, и у Него расширяется представление, и Он вас понимает. Это называется взаимным назиданием. Когда вы сходитесь, у вас есть поучение, язык, наставление, псалом. Все это служит к взаимному назиданию. Вторым большим преимуществом общения является проявление духовных дарований, когда мы служим один другому дарами. Господь дары нам дает для того, чтобы мы служили один другому. По другой причине дары не даются людям. Они даются для восполнения нужд. Один другого. Третье большое преимущество живого общения – это подотчетность друг перед другом. Как я уже сказал, мы живем век паролей, и вот эта депутатская неприкосновенность, когда не лезь в мой огород, даже муж не знает пароля, имейлов своей жены, жена не дает мужу паролей от своего аккаунта. Это непонятные вещи. Вообще непонятные. Это век такой, когда прайваси стала центральной темой, когда демократии право на личную жизнь. А что это за личная жизнь? Слушайте, что это за личная жизнь? Желаю тебе счастья в семейной и в личной жизни. А что это за личная жизнь, в отличие от семейной? Если моя жена позвонит мне и спросит, ты где? Или мой сын позвонит мне и спросит, ты сейчас где? И я не могу сказать, где я? Тогда, наверное, я не там, где должен быть. Где мы? Поэтому мы говорим сегодня, что очень важно быть людьми подотчетными. То есть, чтобы в жизни были люди, которые могут тебя об этом спросить, и ты им обязан ответить. И мы должны признаваться друг перед другом в проступках наших и молиться друг за друга. Мы можем сказать, что мы подотчетны Богу. Это хорошо, но жизнь показывает, что мы должны быть подотчетными друг перед другом. Каким бы Давид не был монархом, о чем мы вчера говорили, что он правил единолично. Такова была вертикаль власти в то время. Но Давид оставил двери к себе в тронный зал открытыми для пророка, для голоса Божьего. И этот человек мог приходить к нему без стука. И Давид сам этого желал. И он сам так поставил вопросы в своей жизни. Знаете, я понял, что вот ходатайство – это очень важная часть. И чтобы кто-то имел власть и право спрашивать тебя, и ты должен отвечать. Ты должен быть человеком accountable, подотчетным. Так вот, в Псалтире 141, Псалом 141 написано так. Давид сам молится. Господи, положи охрану моим устам и огради двери уст моих. Это о чем он так сильно просит Бога? Что ж ты такое можешь сказать? А он вот о чем просит. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым». «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Вот как оно бывает. Что сердце уклоняется, и язык начинает искать какие-то формулировки странные. И уклоняется, чтобы извинять дела греховные. Я не знаю, как это объяснить, но я скажу вам откровенно. Последние, может, лет 5-7 я себя поймал на том, что в каждой второй молитве, когда я общаюсь с Богом, я прошу Бога, чтобы Он помог мне не врать Ему в молитве. Я не знаю, как это объяснить. Но я поймал себя на том, что, наверное, это самая черная ложь, когда ты перед Богом начинаешь какие-то слова странные подбирать. Ты начинаешь какими-то штампами говорить. Я о себе говорю. Я не знаю, как это у вас. Но я о себе говорю. Я поймал себя на том, что у меня есть беспокойство и тревога начать говорить с Богом штампами. Я сразу теряю Его присутствие. Я теряю с Ним общение. Я где-то понял, о чем здесь Давид просит. Не дай, не приведи, Господи, положи охрану моим устам, чтобы не получилось так, что в сердце моем один мир, там одни процессы происходят, там одна реакция. А вот в устах, потому что я аж перед Богом предстал, уже накатанные мысли, уже заученные слова. Итак, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающим безыконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Я смотрел другие переводы, там даже написано, пусть бьет меня праведник по лицу, пусть остановит меня, пусть приведет меня в трезвость. Пусть праведник это делает. И потому Давид оставлял двери открытыми для того, чтобы праведник мог зайти в его дом. Это мы сейчас говорим о вертикали отношений. Какова она, эта сфера у нас? Есть целый ряд текстов Писания, которые говорят, как мы должны относиться друг к другу. Я очень быстро их прочитаю, потому что мое время выходит. У меня сколько? Минут 10 еще есть? Нету? 5? Сколько? 20? 15? Спасибо. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не крадите. А одна из заповедей, кроме не укради, была еще заповедь не пожелай. Это более внутреннее состояние человека, заглядывать через забор. Какая у него машина? Какая у него жена? Какой у него дом? Ты постоянно заглядываешь туда через забор, да? И Бог говорит, стапет, перестань, это не твое. Тебя что, ума нет, если лучшая машина, у тебя сразу же идея своровать ее? Да мало чего, у кого что есть? Это не твое. Не желай чужого. Не желай чужого. Убей это в себе при начале. Разберись с этой завистью. Есть твоя жизнь, есть его жизнь. Ты не знаешь его жизни? Ты не знаешь, через что он проходит? Что за гниль такая, где зависть? Там все худое. Поэтому не пожелай. Это об отношениях. Это все об отношениях. Это все не было бы написано, если бы не касалось нас. Оно касается нас. Оно между нами. Это закваска определенная. Поэтому не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Левит 25.14. Не обижайте друг друга. Это в Библии часто написано, особенно в Ветхом Завете. Не обижайте друг друга. Захария 7.10. Зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Не носите этого. Римлянам 12.10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью и в почтительности друг друга предупреждайте. Римлянам 14.13. Не станем же более судить друг друга. Римлянам 15.7. Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Христос же принял нас несовершенными. Почему я такой колючий, как еж, да? Меня нельзя обнять. Потому что я столько знаю обо всех. Слушай, ну а Христос что знает о тебе? Ну, Он же тебя любит. Он же может преодолеть все твои поруки и все равно тебя любить. Да даже мама так любит своего сына непослушного. Потому что Библия говорит, так и вы принимаете друг друга, как и Христос принял вас. Римлянам 15.14. Я уверен на вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. То есть наставляйте друг друга. Наставляйте друг друга. Галатам 5.15. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И этому есть много примеров Библии, где люди истребляют друг друга до основания. Просто истребляют, просто уничтожают, просто носят компроматы, делают все, чтобы человека стереть с лица земли. Ну, тогда вы съедаете друг друга. Знаете, это как два боксера на ринге. Они избивают друг друга. Просто избивают друг друга все 12 раундов. Галатам 5.26. Не будем друг друга раздражать и друг другу завидовать. Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христа. Будьте добры и сострадательны. Ефессиным 4.32. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Колоссиным 3.16. Научайте и вразумляйте друг друга. Псалмами, славословиями, духовными песнями. 1 Фессалоникийцам 4.18. Утешайте друг друга. 1 Фессалоникийцам 5.11. Увещевайте друг друга и назидайте один друг друга, как вы и делаете. Евреям 3.13. Наставляйте друг друга каждый день. Евреям 10.25. Будем увещевать друг друга, тем более, как усматриваем приближение дня Онова. Иакова 4.11. Не злословьте друг друга. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Иакова 5.16. Признавайтесь друг перед другом. Посмотрите, сколько в Библии совета, как относиться один к другому. И последнее. 1 Петра 1.22. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Это тест. Тест на горизонтальные отношения. Третий. О чем мы говорим сегодня, если хотим проверить себя на зрелость, на полноту духовной жизни, потому что так получается. Так складывается, что в одной сфере человек больше развит, а в другой сфере вообще не развит или недоразвит, простите. Потому третья очень важная сфера зрелого христианина – он интересуется волей Божией. Он интересуется вообще что угодно Богу. Чем Давид понравился Богу? Тем, что он исполнит мои хотения, сказал Бог. Вот и все. Не потому, что он был более святым или дольше молился, или хорошие песни писал. Он просто интересовался, чего хочет Бог. Все. Он точно так, как все люди, ошибался, согрешал, пролил много крови, у него были свои куча проблем в жизни. Но у этого человека была особенность одна, которая отличала его от других людей. Я нашел, Бог говорит, мужа по сердцу моему. Почему? Что ты в нем такое нашел? Он исполнит мои хотения. Он интересуется моей волей. Поэтому третье, что должно всегда заботить... Да, мне неправильно сказал. Забираю свои слова назад. Не то, что должно заботить, а что по-настоящему у зрелого христианина заботит его сердце. Ты это не можешь навязать. Это как любовь, да? Когда ты любишь человека, ты хочешь угадать его желания. Ты боишься огорчить его. Ты угадываешь, что ему приятно и что ему неприятно. Ты замечаешь тонкое настроение у человека, да? А когда люди далеко друг от друга, то они ничего не замечают. Ему уже в лицо говорят. Ты делаешь мне неприятно. А человек все равно делает. Поэтому, когда отношения правильные, человек ищет воли Божьей и интересуется местом своего служения в теле церкви, он просто ищет свое место. То, о чем мы вчера много говорили. Это, конечно, уже больше для служителей относится. Но здесь что важно? Важно понять, что служение Богу, я лично так понимаю, если вы по-другому понимаете, извиняйте меня, я просто скажу, как я это вижу. Я скажу так. Служение Богу нельзя свести только к формату вот этих четырех стен. Служение Богу – это повсеместно. Если мама растит детей, это служение Богу. Если человек качественно выполняет свою работу на производстве, и он это делает как для Господа, это служение Богу. Это прославляет Бога. Вчера приводил такой пример. Просто мне вот так это видится. Если вы работаете, скажем, на дилерской стоянке, к вам приходит человек и хочет купить машину, это ваша работа. Если вы делаете свою работу как для Господа, вы, конечно же, по-другому будете встречать этого клиента. Вы не будете смотреть на него, как на мешок с деньгами. То есть человеку нужна машина, у него есть определенная нужда. Может, он собирал деньги, может, он копил эти денежки, да, и он теперь пришел. И вы заключаете сделку. Это ваша работа. Вы профессионал. Это все, что вы умеете делать, это ваша профессия. Но ее можно делать по-разному. И когда вы заключили сделку с человеком, и вы приходите домой, и благодарите Бога за успешную сделку, за хорошую сделку, за удачную сделку, благодарит ли тот человек тоже Бога за удачную сделку. Получается, чем более удачная сделка для вас, тем менее она удачная для него. И в этом вся игра, вот это все недосказанности, на этом все построено. Я перечитал это вот Дейла Карнеги еще в юности своей, да. На нем стоит весь американский бизнес. То есть они учат профессионально. Если к тебе приходит на встречу человек важный, ты хочешь заключить контракты с какой-то крупной компанией, это продвинет тебя по карьерной лестнице, изучи, что нравится этому человеку. Если он любит бейсбол, изучи, какая у него любимая команда. И когда он зайдет к тебе в офис, или ты к нему, сделай пару комплиментов, подойди к фотографии, дай понять, что у вас общие интересы. Человек раскрывается, человек даже не замечает, как его ведут. Да, это профессионально. Вы скажете, что здесь плохого? Ничего здесь плохого. Здесь надо проверять свои мотивы. Потому если бы к вам на дилерскую стоянку пришел ваш сын или ваш папа, вы бы тоже так заключили сделку? Он бы тоже благодарил Бога за удачную сделку? Потому это такие тонкости, тонкости, тонкости. Об этом очень сложно говорить в практической жизни и в профессиональном бизнесе. Очень сложно. Я прекрасно понимаю. Я даже сочувствую бизнес людям. Я за них молюсь. Меня иногда просто текут слезы. И я думаю, мы их многие не понимаем, насколько сложно этим людям вести в современном обществе бизнес. За них надо вдвойне молиться. Это очень сложно. Проще всего завидовать. За людей таких надо молиться. Им очень сложно. Потому что они ходят по краю. Это все связано с каким-то голосом внутренним, с чувством внутренним. Если ты его переступишь, ты теряешь мир сердечный. А мир сердечный – это индикатор твоих отношений с Богом. И с профессиональной точки зрения ты абсолютно все правильно сделал. Ты вообще в 10 раз более порядочно поступил, чем другие клиенты. Но когда ты склоняешься на колени вечером, у тебя мира нет внутреннего. И ты начинаешь думать, Господи, с чего бы это? Что же это такое? А это индикатор твоих отношений с Богом. И потому это все такие тонкости, да? И мы говорим о том, что профессия человека может быть служением, когда человек все делает, как для Бога. Это апостол Павел написал рабам, у которых вообще выбора не было в профессии. Что им сказали, то они делают. Но Павел их учил. Если вы делаете что-то, делайте, как для Бога. Вы награду получите. Потому я вчера задавал вопрос на семинаре. Есть ли выбор у раба? И отвечал на него, да, есть. Выбор не в том, что делать, а выбор в том, как это делать. я помню, я стригся в парикмахерской как-то, и член церкви нашей одна сестра всегда, она там работает много лет уже. И после этой проповеди, когда мы говорили о профессии, может ли профессия быть служением Богу, я в очередной раз, прихожу там раз в месяц, раз в три недели, и она меня стригла и начала плакать. Она говорит, Александр, вы даже себе не представляете, что эта проповедь сделала со мной. Сколько я себя помню, девочка, у меня всегда была тяга быть парикмахером. Я всегда мечтала, я всегда всех стригла в детстве, мне за это все попадало всегда. Но моя мама и наша церковь всегда говорили, что это профессия от сатаны, что это не для христиан, вот это все, все вот это, короче, стричься. Профессионально. Она говорит, и когда я слушала эту проповедь, я вдруг поняла, с какой любовью я это делаю. Я всегда молюсь за своих клиентов, я всегда им свидетельствую, всегда брошюрку дам. Мне всегда это так нравится, и с таким настроением и благодарностью иду на работу. Я подумал, Господи, сколько таких людей. Ко мне подошли врачи, подошли люди высоких профессий в церкви, и они сказали, как это было приятно услышать. Потому что, когда мы работаем медсестрами, когда мы ночью дежурим у кровати больных людей в госпиталях, мы просто чувствуем, что Бог радуется, и мы это делаем, как для Бога. И я подумал, как же это несправедливо, все свести просто к церкви. Вот если ты поешь, значит, ты служишь Богу и награду будешь иметь. Но жизнь состоит из очень многих сфер нашей жизни. И как же важно матери правильно относиться к детям, если ты работаешь где-то, правильно относиться ко всему на рабочем месте. Поэтому пусть Бог благословит вас, но это наша ответственность, искать это место в служении и приносить Богу плод. Это твоя ответственность. Я не сказал, что любая профессия – это призвание. Это будет неправильно. Но можно точно так же сказать, что и каждый пастыр не гарантирует то, что он в своем призвании. Окей? Это тоже ответственность каждого духовного лица проверить себя два раза. Ты вообще на своем месте? Это твое? Туда тебя Бог поставил? Как написано, Бог поставил одних пастырями, учителям. Если да, тогда дерзай. Так точно относится это к любой профессии. Везде, где люди работают. Если тебя туда поставил Бог, и ты чувствуешь сердечный мир, и ты приносишь славу Богу, дерзай. Дерзай. Это прославляет Бога. Потом мы много говорили и о материнстве, мы говорили о профессии, мы говорили о духовных дарах, мы говорили о естественных способностях человека. Кто-то родился украинцем, кто-то русским, кто-то белорусом, кто-то знает английский язык, кто-то знает другие языки. Это все платформы для служения. Мы должны развиваться в том, чтобы познавать, что есть воля Божия для нашей жизни. Я помню, я зашел в магазин, и кто-то меня встретил, просто на бегу, человек, и просто спросил меня, ты знаешь, говорит, три ночи не сплю. Человек в нашем городе, строитель, имеет крупный достаточно бизнес. И он просто спросил меня, можешь мне вот так на бегу сказать, что такое духовный плод, вот то, что Бога прославляет. И я не знаю, как-то вот меня так вырвалось, знал я его хорошо, не знал, но вот я сформулировал это так. Я сказал, это любой поступок человека, одноразовый или многолетний труд, но любой поступок человека в слове или деле, совершенный в ответ на побуждение Святого Духа. Все, о чем Дух Святой тебя попросил, ты просто откликнулся на этот зов, и ты это сделал. Это прославляет Бога, потому что Бог получил возможность, если так можно сказать, через тебя что-то сделать. Это славно, друзья. Держите свой дух открытый для этого. У меня еще пару минут осталось. И последняя, четвертая грань, по которой мы можем проверить себя, насколько мы зрелы духовно, это наша скорбь о потерянных людях. Наша скорбь о людях, которые живут вокруг нас. Это наше свидетельство о Христе. Здесь, мне кажется, мы многие проигрываем. Но, опять же, когда мы говорим о свидетельстве, о Христе, что мы имеем в виду, что мы вкладываем в это понятие, я бы хотел сказать, что сам христианин, сама его сущность уже альтернатива. Это уже другой взгляд на мир, это уже благоухание определенное. Особенно, когда мы ездили еще в тех советских автобусах, в общественном транспорте, мы знаем, что такое благоухание. Его не так много было там. Иногда кто-то позволял себе использовать духи или одеколон. Да. И мы знаем, что это уже ощутимо, ты уже это чувствуешь. Поэтому настоящий христианин – это уже альтернатива миру. И я считаю, что Бог заинтересован столкнуть опыты, опыты людей, опыт людей подавленных, униженных, разбившихся в жизни, с опытом человека, который поднял Бог, который восстановил Бог. Бог заинтересован, вот это и есть свидетельство. Кто такой свидетель? Это человек, который говорит, я свидетель этой аварии. Я свидетель того, что я видел. От нас ничего другого не требуется. Когда мы говорим о Христе, пожалуйста, не цитируйте людям, апостол Петр говорит в первом своем послании, это раздражает. Честно. Вы лучше расскажите свое послание. Вообще, просто расскажите, что сделал Бог в вашей жизни. Когда вы страдали депрессией, когда потеряли работу, когда у вас был непослушный ребенок, когда у вас порвались отношения с мужем или женой, вообще, как вы прошли это время? Сядьте и просто человеку расскажите. Опять же, в определенный момент создайте для этого благоприятные условия. Я могу похвалиться Господом, что наш дом, я со своей женой, мы очень много людей принимаем. Мы так подсчитывали между 200 и 300 человек в год. Мы принимаем людей у себя дома. Это не просто толпа зашла и вышла. Это конкретно мы расписываем неделями. Ужин готовит Жанна, да. Мы целенаправленно просто служим отдельным людям. Мы их выбираем сознательно и молитвенно. И мы просто им служим. И мы не говорим о Боге. Многие из них это люди искусства, культуры, политики. Многие видные люди, простые люди, обычные люди, с браслетами на ногах люди, которых арестовала полиция. Разные люди. Но когда мы сидим и говорим о семье, говорим о каждой ситуации, да, обязательно, обязательно Бог и Дух Святой создаст атмосферу, когда человек скажет, а вы всегда так живете? А вы правда так живете? А можно у вас о чем-то спросить? И начинается настоящий разговор по побуждению Духа Святого. И мы не цитируем тексты Писания, мы просто рассказываем, как сложилась жизнь, почему она так сложилась, и как мы поступаем. И много людей, много людей по-настоящему приходят к Иисусу Христу. Они крестятся, они начинают ходить в церковь, намного больше ходят, они еще не крестились, они еще не вошли в число церкви, но они открыты для Бога. Поэтому я считаю, свидетельство о Христе это наша способность рассказать человеку в нужный момент, что действительно Бог сделал в нашей жизни, то есть, чтобы столкнулись опыты. Ты живешь в свободе, ты пережил прощение, а человек живет под гнетом вины, и он не может выбраться из этого, и он живет в рабстве. Это совсем другой мир, это совершенно другое отношение к себе. Поэтому Бог заинтересован, друзья, проверьте себя на этот предмет. В нашем окружении, в вашем окружении есть много людей. Я еще минутку-две, и мы помолимся. Я помню, одна девушка, мы с ней общались, она рассказывала, как она хотела покончить жизнь самоубийством. Она была, ну, ребенком неверующим, у нее сложные отношения в семье были, между родителями. и она, ну, такой модельной внешности, такой очень приятный человек, и училась в школе, уже в старших классах, и ее депрессия так заела, так высушила, что она реально начала искать методы, как уйти из жизни. И однажды за партой, когда она сидела, зашла речь с девочкой, которая с ней сидела вместе, и эта девочка созналась ей, что она верующая. И она спросила, а можно я приду в вашу церковь? Не знаю. Не, ну, а можно я приду? Я тоже хочу Бога узнать. Ну, короче, она пришла в церковь, искренне уверовала, покаялась, и потом спрашивает свою же, эту подружку, с которой они 8 лет вместе сидят за партой. Ты почему мне никогда не рассказала? Она так говорит, знаешь, я тебе всегда завидовала. Я всегда видела, что твой папа богатый человек, как ты одеваешься, ты такая самодостаточная, за тобой бегают ребята всегда. Я тебе всегда завидовала. Она сказала, ты даже не представляешь, я была в нескольких шагах от самоубийства. Ты совершенно не знаешь, что происходило в моей душе. Многие из нас совершенно не знают, что происходит в душе других людей, которые возле нас кажутся такими крутыми. Да, поможет нам всем Господь любить людей и служить людям. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа.